Бизнес для меня – это возможность именно в развитии, получении удовольствия, понимаете, от жизни. Мне очень нравится помогать людям и видеть от этого какой-то результат. Дарья Ситникова – мама 9-летнего Даниила и 5-летней Дарины, предпринимателей Зомска. Вместе с мужем открыла компанию, специализирующуюся на дезинфекции. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это – быть мамой в деле, а также выясним, как выстроить партнерские отношения в семейном бизнесе. Я всегда знала, что я буду бороться за активную жизненную позицию, потому что была в студенческом совете, в студенческих отрядах, в школьных объединениях. И я всегда была лидером движения какого-то, но никогда не думала, что эта борьба будет именно с вредителями. Я всю жизнь мечтала работать в государственных структурах. То есть я прошла школу молодого политика, я окончила школы, которые связаны именно с политической деятельностью, с деятельностью государственных муниципальных служб. Мне это было интересно. Привлекало, наверное, то, что я понимала, что я могу что-то изменить на этой территории. Я была активна, но в один момент у меня все поменялось. В 2010 году я встретила своего будущего супруга, и жизнь пошла совсем в другую сторону. Так сложилось, что рождение нашей семьи, рождение организации, оно очень близко. И вот в 2011 году мы с Дмитрием начали развивать наш бизнес по борьбе с вредителями. К вредителям относятся крысы, грызуны, насекомые. Начали работать вместе, даже несмотря на то, что был маленький ребенок у нас, первый сын. На тот момент ему было 3 года. И потихоньку начинали развивать свою организацию. На сегодняшний момент у нас уже достаточно сильная организация. Мы с мужем 24 на 7 постоянно взаимодействуем в рамках как семьи, так и организации. У нас нет уже разделения, где семья, где бизнес. Мы начали ловить себя на мысли о том, что, приходя в гости к друзьям, мы с супругом начинаем разговаривать о работе. Мы распределили между собой сферы деятельности именно в бизнесе. Я занимаюсь именно планированием, стратегическим планированием, документами, государственными закупками, бухгалтерией, продвижением обязательно нашей организации. Супруг занимается технической частью. Я хочу сделать максимально правильно, максимально доступно. Соотношение документации Дарья делает документы скрупулезные. 2013 год, декабрь месяц, мы вышли на платформу государственных закупок. Это было очень большое дело, это был очень большой пласт. На тот момент еще не все до конца понимали, как нужно сделать, что нужно сделать. Ну, благо моей головы хватило на то, чтобы разобраться в этой ситуации. Детки, подъем! А я уже в основе. Ничего себе! Какая ты у меня молодец! У меня двое детей. Доча 5 лет и старший сын 9 лет. Дети всегда с нами, всегда при нас, даже если мы на работе, дети с нами. Тогда младшей дочи было полгода. У нас были с Роспотребнадзором внеплановые проверки. Пока мы были на составлении протокола фактов, у нас один из сотрудников гулял с дочей вокруг Роспотребнадзора в коляске. С сыном еще как-то, знаете, ну, наверное, первое, что мы где-то переживали, там, как, что, куда. Ну, с дочей уже барьеров не было. При создании компании, при ее развитии, то есть на территории региона было несколько организаций, но мы старались их всегда не ставить как конкурентов. Это наши коллеги, потому что мы в любом случае, у нас одна задача, да, цель одна, на то, чтобы избавить от этих вредителей. Вообще, изначально мы специализировались на борьбе с вредителями, именно крысы, мыши, тараканы. Потом приобрели моторный опрыскиватель. Там мы уже начали оказывать услугу по окорицидной обработке. Начался сезон, снег сошел очень быстро, очень подсохло все хорошо. Сейчас ветра еще, то есть подсушит землю, высушит, и прям красота для наших маленьких насекомых, которые вредители, клещи. Мы находимся в парке 30 лет ВЛКСМ. Находимся с 6 утра, территория большая, больше 70 гектар. Обрабатываем территорию от клеща. Территория обрабатывается как из машины, так и вручную. На территории находятся две бригады. Мы создаем какие-то новые формы, новые аппараты для обработок, которые вот пришли в голову супругу. Долгое время я думал, как избавиться от физического труда на территории, потому что это очень большие физические нагрузки на человека на спину. Зародилась такая вот идея, почему бы и нет поставить эту установку на автомобиль. То есть мы смогли брать теперь большие территории. Большие территории – это уже более крупные организации. За 10 лет мы выросли в достаточно крупную, серьезную организацию, которая работает уже и с федеральными сетями, и с крупными бизнесами на территории региона, а также малосредний бизнес обязательно, в том числе является нашими клиентами. 12 января 2018 года выходит постановление Верховного суда о том, что наша деятельность должна быть лицензирована. Это было шоком, потому что мы понимали, что деятельность по борьбе с вредителями не может являться медицинской. Масштабы бедствия, они были глобальными. Мы думали, все. Что делать дальше? На тот момент у нас были долгосрочные контракты по гербицидной обработке. Мы понимали, что в принципе на деятельность, чтобы как-то более-менее существовать на этот год, нам будет достаточно. А как дальше? Что делать? Что быть? Мы не знали, и я понимала, что надо что-то делать. Это была очень сложная ситуация. Мы не знали, что делать, и в течение полутора лет мы просто из судов, из заседаний УФАС и других надзорных организаций мы просто не выходили. Мы отстаивали свою позицию. Проблема в получении лицензии для нашей организации состояла в том, что это медицинская лицензия. То есть мы не являемся медицинской организацией, не оказывая медицинские услуги населению. Мы работаем больше как коммунальные службы. В этот момент тяжело было работать, потому что были напуганные заказчики и непосредственно хотели видеть эту лицензию, бумажку, просто чтобы она была у тебя. Контракты не срывались, но не заключались новые. Мы начинаем писать плотно в Генеральную прокуратуру письма, документы о том, что это незаконно. Когда мы решали ситуацию именно по необходимости наличия медицинской лицензии на дезинфектологию, это, конечно, очень оттягивало силы от работы, от контрактов. Было очень эмоционально тяжело, потому что это постоянный напряг. Ты жил как робот и каждый день совершал какие-то определенные действия, которые приводили к маленькому результату. Да, было тяжело от того, что мы постоянно везде вместе и постоянно везде тяжело. Груз ответственности, он был. Мы, наверное, перестали воспринимать друг друга уже как семья, больше как вот именно как партнеры были по бизнесу. В данной ситуации мы не могли развиваться, идти дальше. Мы были на одном уровне, и выше, ниже никак у нас никуда не получалось. Нужно было предпринимать какие-то действия, а не было сил на то, чтобы предпринять эти действия. Партнерские отношения вообще очень интересная тема. Она, с одной стороны, сложная, с другой стороны, она очень облегчает жизнь предпринимателю. То есть здесь есть в этом преимущество на старте, потому что нет необходимости лишних наемных сотрудников, расходы увеличивать, нанимать, когда мы работаем вместе. Очень часто партнеров берут себе, потому что одному страшно. Вот это очень плохой аргумент. Если вот вы берете партнера только потому, что одному страшно, сразу откажитесь от этого. Важно, чтобы вы понимали, зачем вам этот человек. Он должен закрывать определенные задачи в вашем бизнесе. То есть у вас есть одни сильные стороны, у него есть другие сильные стороны. Первый мой совет. Если у вас нет явного лидера в семье или между партнерами, даже если это не семья, то стоит 10 раз подумать, потому что особенно в семейном бизнесе, если у вас нет лидера, который признает другие члены команды семейными, то это будет, конечно, не очень хорошо. Обиды начнутся, почему я, ругань начнутся, склоки начнутся. Это первое. Смотрим, есть лидер, нет. Второе. Сразу распределить обязанности. Пишем себе должностные инструкции каждому из нас. Мы это расписываем. И все, ставим подпись, договариваемся. И теперь уже каждый не лезет на свою территорию. Потому что, когда у нас не распределены обязанности между собственниками, у нас бывают какие-то процессы, мы все вдвоем делаем и втроем делаем, а что-то мы не делаем вообще. В июне прошлого года, получается, выходит постановление о медицинской деятельности. То есть в перечне нет услуг по дезинфектологии, ее исключили. Мы перестали бояться делать какие-то шаги для развития. Расширили перечень услуг. Мы наняли больше сотрудников. То есть мы начали обучать наших сотрудников. В прошлом году мы закрыли 310 договоров. Не только Омск. У нас сейчас мы вышли на другие регионы. То есть мы около 4 лет работаем с Тюменской областью. Мы работаем с Алтайским краем, Новосибирская область. Проблема с кадрами у нас. Не каждый хочет заниматься этим деятельностью. Почему? Потому что это физическая нагрузка. Очень много времени уходит на разъезд от объекта до объекта. Все хотят, чтобы деньги доставались легко. Если вы пойдете, грубо говоря, быстренько пройдетесь по периметру, по территории, пробежитесь, грубо говоря, штилем, и раствор не попадет полностью в растение, то у нас засохнет только сверху. Обработки уже начались, но мы сейчас также набираем новый персонал на помощь нашим ребятам в летний период, потому что не хватает рук рабочих. Мы сейчас находимся в штабе областного студенческого отряда. В течение многих лет постоянно мы возвращаемся к взаимодействию со студенческими строительными отрядами. То есть три человека идет, как цепь, и получается факел совмещает друг друга, и тогда идет хорошая отработка. Они очень активны, у них есть желание заработать летом. Нами это приветствуется, потому что у нас есть работа, которую могут выполнять неквалифицированные специалисты, и студенты очень подходят на эту работу, на эту деятельность. Тяжело было выходить вообще на новые рынки и на новые объекты, то есть с бюджетом тяжело работать. Так как в любой семье есть определенные трудности. Когда ты постоянно 24 часа находишься вместе, очень тяжело общение свое простраивать. У нас сезонная работа, супруг в сезон уходит в поля, поэтому мы пересекаемся в этот момент очень редко, и у нас есть моменты перерыва, когда все прекрасно. Супруг периодически старшего сына у нас с собой берет на объекты, на большие территории летом, особенно когда получаются школьные каникулы. Мы, наверное, сумасшедшие. Мы семья, мы очень активные. Мне было бы сложно совмещать официальную работу с материнством. Мне проще сейчас. Я не детей к работе подстраиваю, а бизнес к детям я подстраиваю. Двадцатый год, год пандемийный, он считается очень сложным. Но для нас это был как толчок для развития, для новой сферы оказания услуг по дезинфекции, которую мы могли, мы знали, как делается, просто ранее оно мало применялось в этой услуге. С двадцатого года услуга под дезинфекцией, она практически стала основной, потому что ее делали все, как профилактическую, так заключительную. И это, опять же, еще один этап. Мы закупили дополнительные оборудования. У нас были ночные обработки каждый день. Работали посменно. Ну, мы влились в этот график. У нас есть и пищевики, есть и ИПшники небольшие, есть организации, с которыми мы уже работаем лет пять, наверное. Есть мелкие, крупные ООО, есть бюджетные организации, есть школы. Ущественная деятельность, она очень помогает нам в нашем бизнесе. С опорой мы проводим различные мероприятия с органами власти, которые рассказывают о том, как взаимодействовать с бизнесом, как бизнес служится в каких-то условиях, которые вот на сегодняшний момент есть. Это тоже очень большое развитие нашей организации. Оно дает, что я знаю, в каком направлении, как правильно поступить, в каких-либо ситуациях. В настоящее время мы прорабатываем вопрос про расширение нашей деятельности. Вообще для того, чтобы Дмитрий напрямую уже занимался этим направлением, а я как помощь, поддержку, но уже отдельное направление. В рамках тоже диоретизации и дезинфекции, но по продаже непосредственно препаратов. Потому что периодически все равно сложности возникают, когда муж с женой, то есть они пытаются транслировать свои семейные отношения на бизнес, или наоборот бизнесовые отношения на семью, и очень сложно разделить. Все-таки брак это наиболее рисковая такая штука, на мой взгляд, потому что брак это не кровные родственники. И поэтому здесь чревато распадом семьи, таких ситуаций много было. Ситуации, когда останавливаем бизнес, да, или как-то его трансформируем, это хорошая ситуация. Плохая, когда мы разводимся, и не бизнеса у нас нет, и еще и мы разводимся. Ситуация, когда нужно расходиться, я думаю, что каждый ее чувствует, когда вы гребете уже в разные стороны, когда вы не можете договориться ни по одному ключевой позиции. Когда вы не можете договориться ни по одной ключевой позиции, тогда нужно уже думать либо расходиться, либо делить бизнес, либо выделять новое направление. Это тоже вариант хороший. Это же не факт, что если у вас есть, допустим, то же самое швейное производство, вы только вот это швейное производство. Вы можете около швейный какой-то бизнес создать, да, там журнал модный, там, я не знаю, еще какие-то другие бизнесы. И другой, ну, партнер может пойти, соответственно, заниматься другим направлением. Мы хотели уже давным-давно открыть еще. Дополнительный вид деятельности. Мы понимаем, что в городе у нас нет такого. У нас продают, но у нас продают в садоводческих магазинах. Мы сейчас приняли такое решение, что нам нужно разграничить официально полномочия свои. Поэтому Дмитрий будет заниматься услугами, а я буду заниматься именно продажей товаров для наших услуг. Да, я буду готов отпустить на другой вид деятельности, потому что, как бы, ну, надо развиваться и идти вперед. Для начала мы хотим сделать небольшой шоурум, где будут представлены образцы препаратов. Мы прорабатываем варианты с дизайнером, как у нас и что будет там располагаться, чтобы учитывать все моменты нашей сферы деятельности, потому что тонкостей много на самом деле. Здесь я уже могу покреативить, отстоять какие-то свои точки зрения, почему я хочу именно телевизор на эту стену, на стойке на эту стену, да, и почему я хочу где-то стену отодвинуть, где-то наоборот пододвинуть. Но именно здесь хочется создать такую душевную атмосферу, атмосферу уюта не только для нас и наших сотрудников, но и для всех жителей города Омска. Сейчас уже, наверное, полегче стало. Старший ходит в школу, уже третий класс, вполне самостоятельный мальчик стал, начал маме помогать, младшая подтягивается. Конечно, легче становится, и есть варианты на дальнейшее развитие. С мужем в настоящий момент мы решили разделить бизнесы, для того, чтобы не было совместного эмоционального выгорания, и для того, чтобы у каждого из нас была своя сфера ответственности. И встречались мы именно в семье и получали от этого удовольствие. Источник моей энергии – это моя семья, это мои дети, это тот позитив, который возвращают. Ради детей мы готовы на все. Не бывает такого, чтобы мы там сидели или просто там лежали день какой-то. Если выходной, то мы обязательно едем либо в парк гулять, либо куда-то кататься, либо в бассейн, либо кино. То есть мы обязательно один из дней выходных мы проводим с семьей. Для семьи, для детей, конечно, я нахожу время после обработок. Ну, в выходные иногда даже не получается, будние дни с утра, либо вечером. Хочется побыть с ними на площадке в рабочий день, нерабочий день, но по возможности, конечно, я уделяю внимание. Когда долгие выходные, да, там, допустим, в мае месяц или еще что-то, у нас папа говорит, я в командировку на Алтай, мы такие, у нас выходные, мы едем с тобой. И мы вместе грузимся и едем вместе. То есть получается, у него Алтай, то есть объекты, и мы параллельно еще успеваем там и отдыхать. И так говорят, что не слишком ли много активности у ваших детей. Ну, то есть это и тренировки, и бассейны, и хотя бы раз в месяц стараемся в театр ходить обязательно. Мне кажется, если бы у меня не было работы, то я бы еще больше чем-то детей перегрузила, но это не всегда не есть хорошо. У детей тоже должно быть свое собственное пространство, в котором они должны существовать, которое там без родителей. Они же тоже личность и развиваются. А если забивать постоянно своей энергетикой детей, это тоже сложно будет для их развития. Бизнес для меня это возможность именно в развитии, получении удовольствия, понимаете, от жизни. Мне очень нравится помогать людям и видеть от этого какой-то результат. Пусть это будет бизнес или общественная деятельность, или там, я не знаю, даже общественная деятельность в школе, в садике для моих детей. Оно, когда приносит результат итоговый, вот тогда приходит внимание того, что ты не зря живешь и что это круто, это классно, это именно так и надо жить. Человек-предприниматель, который занимается бизнесом, он имеет не работу, а имеет свое любимое дело. И когда ты живешь своим любимым делом, это классно. Я очень довольна. Я прям, правда, я очень, я кайфую, я кайфую от семьи, я кайфую от своей деятельности, я кайфую от наших заказчиков. Я люблю это все, да, это мое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!